Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам Храматлыва Тандашлар. В последнее время участились преследования в отношении родственников людей, которые высказывают свое мнение. Сегодня я хочу рассказать о Байраме Ал-Алиеве, человеке, который во время пандемии в Турции организовал доставку продуктов людям, которые нуждались в этом. Это были люди, которые остались без работы. И этот парень сам занимался тем, что собирал продуктовые наборы и раздавал всем нашим нуждающимся ребятам. Эта власть должна была это делать. Этот тысердар с отцом должны были вот такую гуманитарную помощь оказывать людям. Вы, чтобы люди не говорили о Байраме, как о человеке, которому не безразличны нужды народы, вы его чуть не убили. Это же вы организовали на него наезд, и мальчишка чуть не стал инвалидом. Байрам чуть младше тебя, сирдар. И у него нет такого всесильного папочки. Это вы. Да, именно вы должны были заниматься народом, а не прятаться, как последние трусы, объявляя всему миру, что в Туркменистане нет коронавируса. Какими же надо быть пакостными людьми, чтобы не признать и не помочь своему народу? Сердар, я говорю тебе, ты занял пост президента и думаешь, что народ, как прежде, будет терпеть ваше издевательство? Не будет. Я это знаю. Знаю, потому что я не терпела и боролась с такими тварями, как ты и твой отец, душегубами и убийцами. Когда я боролась, тебя и в помине не было. Тебя знать никто не знал. Где ты был? После того, как ты стал президентом, люди как преследовались, так и преследуются. Вам что надо от матери Байрама Аллалиева и его жены? Что твои холопы делают у них дома? Почему они требуют фотографии жены Байрама? Бегенчи Овезов, участковый, тебе что надо, Овезов? Сердар, ты правда считаешь, что у них есть на это право требовать фотографии чужой жены? Мало того, что в нашей стране народ вынужден жить на чужбине. Ведь это началось со времен Неязова, а теперь и ты со своей семейкой лишаете людей дома. Люди остались без своей страны. Теперь вы стали собирать фотографии родственников, тех людей, которые не угодны этой власти. Люди, народ Туркменистана, не бросайте своих родных во время их преследования, во время преследования людей этой семейкой. Если ваших родных привлекают к уголовной ответственности, боритесь за них. Не бросайте их в объятия этим тварям. Если сегодня арестовали вашего соседа, завтра придут к вам. Люди должны осознавать и не должны бояться. Когда у нас ломали конюшни в Кардамакшор, к нам приходило много женщин с детьми. Плакали, говорили, что вот село остается без лошадей. А дети ведь могли приходить кататься, смотреть за лошадьми. Я говорила, давайте вместе бороться. Но тогда женщины боялись и говорили мне, Юля, ты должна понять, у нас маленькие дети, нас могут преследовать, у нас могут все забрать. Я сказала тогда, что все равно вас будут преследовать, только сейчас преследуют нас. И если бы мы с вами тогда вместе вышли и стали говорить, бороться за наши права, то может быть сейчас такой вседозволенности этого клана не было бы. Я обращаюсь к тем женщинам, ведь у вас все равно все отняли, и вы остались без ничего. Переборите свой страх и начните им сопротивляться. Не давайте им издеваться над собой и своими родными. Сердар, я знаю твоего отца, когда была еще студенткой мединститута. Он тогда был на кафедре стоматологии. Между прочим, тогда Алмазов на тот момент был круче твоего отца. Твоего отца студенты ненавидели. Он был ужасным преподавателем. И когда его назначили президентом страны, все врачи говорили, о господи, какой ужас идет на нашу страну. Ведь возглавлять ее станет этот изверг. Сердар, тебя с твоим отцом люди просто презирают, боятся пока говорить. И все, что вы делаете, просто так это не пройдет. Мы будем мониторить сложившуюся ситуацию. Сердар, вы продолжаете преследовать женщин и начали собирать фотографии членов семей, неугодные вашей диктатуре. Но мы будем докладывать и везде говорить о всех ваших зверствах и нарушениях конституционных прав народа во всех международных инстанциях. Мы не позволим вам безнаказанно топтать наши права. Народ имеет право. Халки хак и вар.